На этой неделе главы городов Золотого Кольца поддержали в социальных сетях инициативу мэра Ярославля о проведении спортивного проекта «Шагаем вместе за сильную Россию». В эстафете, которая пройдет 17 марта, примут участие любители скандинавской ходьбы разных возрастов. Мероприятие пройдет под эгидой Союза Золотого Кольца России. Эстафету примут Сергеев Посад, Переславль-Залезский, Ростов, Ярославль, Углич, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. В Челябинской области еще в феврале стартовал первый областной фестиваль по скандинавской ходьбе. Инициатива проведения мероприятия принадлежит председателю законодательного собрания Владимиру Мякушу. Первым городом, который принял команды из разных уголков Челябинской области, стал Златоуст. После Златоуста эстафету соревнований принял Еманжелинск. Третьим городом-участником фестиваля 3 марта стал Магнитогорск. Не так давно глава Верхнеуральской Вячеслав Колонюк откликнулся на просьбу пенсионеров о приобретении палок для скандинавской ходьбы. Поэтому Верхнеуральской в этом масштабном проекте смогли представить члены городского совета ветеранов. Ну, сначала мы собрали команду из 12 человек. Ну, 3 человека у нас во время сбора отсеялось в связи с постоянным здоровьем. И 9 человек мы приняли участие в фестивале по скандинавской ходьбе в городе Магнитогорске. Мы, конечно, первый раз участвовали. Да мы первый раз и с этими палками встали. Даже нас никто не учил там, как ходить, какие методы ходьбы. Но, тем не менее, мы прочитали, конечно, об этом. Мы прочитали, как правильно ходить. По итогам участия в фестивале наши ветераны получили благодарственное письмо за участие. А самый старший из участников соревнований всех районов была признана Зоя Александровна Рогова. Все было хорошо. Я очень довольна. Такое было вот солнышко, тепло. Ну, в общем, все хорошо. Накормили, дали талон, накормили каши, гречневый чаю. Ну, отлично все. Я довольна. Скандинавская ходьба в переводе с финского означает «ходьба с палками». Вид физических упражнений – прогулки на свежем воздухе с парой модифицированных лыжных палок. Встречаются также названия «северная ходьба» и «финская ходьба». Появление ходьбы с палками можно отсчитывать с древности, когда пастухи и паломники использовали палки как подспорье в сложном рельефе. Сейчас это довольно популярный вид физической активности, к тому же доступный. С 1997 года, когда в Финляндии прошли первые курсы, этим занятием с пользой для здоровья стали заниматься люди всех возрастов. Верхнеуральские ветераны уже изучили методику ходьбы. Вот ставим палку вот сюда, и вот здесь, чтобы было 90 градусов. Вот видите, 90 градусов. Ну, во-первых, палки должны идти взад, не вперед вот так, они должны идти взад. Ходьба должна быть вот тихая, спокойная от плеча. Задействованы все мышцы и нижние части тела, и верхние части тела. Поэтому разрабатывать все – руки, плечи, ноги, суставы, колени, все. Поэтому очень полезно эта ходьба, говорят. Ходьбу с палками практикуют для повышения уровня физической подготовленности занимающихся, коррекции избыточной массы тела, оздоровления и закаливания организма, профилактики заболеваний суставов и позвоночника, повышения физических возможностей дыхательной и сердечно-сосудистой системы. По эффективности и полезности ходьбу можно сравнить с плаванием, гимнастикой, занятиями, лыжами. Скандинавская ходьба является перспективным и эффективным средством физической культуры. Ходьба с палками – наилучший способ привести свой организм в рабочее состояние. Для того, чтобы почувствовать на себе, каждый желающий может присоединиться к ветеранам Верхнеуральска. Заботьтесь о своем здоровье в любом возрасте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова